За этот сезон, за год, четвертая игра со «Спартаком», до этого три матча, при том, что были неплохие матчи с нашей стороны, хотя чаще это было таймы, а не матчи. Мы не брали очков. Сегодня так сложилось, что победили, при том победили с волевой победой, но думаю, что по ходу матча, за исключением такого 10-минутного, наверное, 15-минутного отрезка перед голом, мы смотрелись достаточно хорошо, уверенно, создавали свои моменты. И, конечно, у нас не было большого преимущества, но мы выглядели достаточно хорошо. Я доволен, что мы продолжаем бороться не только за третье место, и ребятам в плане позитива, в плане того, чтобы они верили в себя, эта победа такая достаточно значимая. Когда мы попали в такую группу, где, казалось, первое-второе место не разыгрывалось, нам было, конечно, не лучшее настроение было. Но один тур остался, мы до сих пор в игре, все, больше того, все в наших руках, и поэтому мы начинаем готовиться к следующей игре, к «Факелу воронежу». Спасибо. Пожалуйста. Есть вопросы? Давайте, один. Миш, давай побыстрее. Большое спасибо. Вы устроились в Самаре сегодня огромный праздник, и я думаю, что болельщики вас облагодарили своими добрыми словами. И действительно, обыграть «Спартак» в волевой победе, это у себя дома, наконец-то дома, так мощно, это большая-большая победа, и большая такая историческая, я бы даже сказал, победа. Скажите, пожалуйста, здесь будет, вот вы рассчитывали, что так будет? Или же все-таки считали, что «Спартаку» будет крайне тяжело, и они нас уже возьмут своим составом, своими игроками, своими бывшими нашими игроками, и не дадут нам проявить себя, то, что мы иногда проявляем себя? Рассчитывали, что так будет, это как? Мы пропустим со стандарта и отыграемся двумя мячами, но если я скажу, что рассчитывали, наверное, никто не поверит. Мы настраивались на игру, мы настраивались на борьбу, мы не выключились после пропущенного гола, и, в общем-то, очень достойно провели концовку, когда мы повели, и у нас было, ну, какое-то желание просто только обороняться, но мы даже в этой ситуации всегда играли в такой вот с контр-игрой, создавая моменты, поэтому, ну, мы сыграли так, насколько мы готовы, мы победили, и еще раз, ребят, благодарю за хорошую игру. Да. Ну, есть последний вопрос, это у нас времени совсем мало. Насколько игру скорректировал туман? И, кстати, что интересно, после двух забитых мячей туман рассеялся. Ну да, можно действительно и так шутить, что туман рассеялся после второго забитого. Знаете, в такой ситуации, вот на поле меньше расстояние, который, ну, закрывает немножко туман. Думаю, что ребятам мяч, поле было немного больше, лучше видно, чем вот нам со стороны, когда мы находимся, ну, достаточно далеко от поля. Даже я, находясь у кромки поля, не всегда видел вот дальнюю половину поля, согласен, вот мне было хуже видно, но думаю, что для ребят в меньшей степени, на ребят это в меньшей степени повлияло. Но по большому счету, знаете как, хорошие футболисты, и я вот в том числе и Спартак к этому, к этим футболистам обязательно отношусь, отношусь. И вот хорошие футболисты умеют быстро подстроиться под любую погоду. Техничный футболист, он всегда техничный. Дождь идет, снег идет, туман, камни начнут снега падать, по снегу будем играть. Он все равно будет техничнее, чем, ну, деревянненький, будем так говорить. Вот, поэтому, да, был туман, немножечко надо было быть внимательнее, но в целом, думаю, что на игру такое вот, это не повлияло. Спасибо, что у нас выяснилось. Всем спасибо, да. Спасибо. Спасибо. Спасибо.